Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Ну, в первую очередь хочется сказать по поводу совета, что психологи советов не дают. То есть вам, на мой взгляд, не стоило бы рассчитывать именно на какие-то советы со стороны психологов. Все-таки психотерапия и психологическая помощь не предполагает наличие совета. Она предполагает наличие определенных рекомендаций, но советов, пожалуй, нет. Поэтому для меня то, что вы хотите совета, то, что вы спрашиваете совета, автоматически означает, пожалуй, следующее только. Что вы не очень себе доверяете. Я бы так это сказал. И, соответственно, на мой взгляд, на что бы я обратил внимание, да? Вот. Это, наверное, как раз на то, что бы вы... смотрели в сторону большего доверия в себя. Вот. чтобы вы смотрели именно вот в сторону большего доверия к себе или развития доверия к себе, развития большего развития доверия к себе, чтобы не приходилось искать советов, чтобы самой принимать решения, плохие ли эти решения или хорошие ли. Это уже, как бы, ну, на мой взгляд, это уже деталь, да? Вот. Дальше идём. Дальше. Следующий, следующий, следующий аспект. Я сейчас пройдусь по вашим вопросам сначала. Значит, так. Тебе просто это, как правильно общаться с ним, чтобы наши взаимоотношения не отражались на детях? Сама постановка вопроса, Наталья, на мой взгляд, является некорректно. Как правильно общаться с ним, чтобы взаимоотношения не отражались на детях? Эм. Чтобы взаимоотношения не отражались на детях, нужна гормония. Чтобы взаимоотношения ваши с ним не отражались на детях, необходимо чёткость вашей позиции, искренность вашей позиции и её неэкспансивность по отношению к другому человеку. Вот. То есть, чтобы не было некой такой контрактации, да? Чтобы не было некого правообвинения, там, ну, в адрес, в адрес, там, мужа вашего и прочего, да? То есть, именно вот, как правильно общаться, я не скажу. Не скажу, потому что не знаю. Не знаю. Вот. А на мой взгляд, на мой взгляд, ну, правильного нет. Нет правильного общения. Есть общения, которые, скорее, вам пригодятся. Вот. Есть общения, которые вам пройдёт. Которые подходят вам, исходя из вашей позиции, исходя из вашей ценности и так далее, да? Вот. И уже, соответственно, транслирование этого действия. Какая у вас позиция? Я не знаю. По крайней мере, на данный момент. Дальше. Следующий вопрос. Как правильно расставить с ним границы? Опять же, Наталья, как правильно? А как правильно? Как вообще правильно можно расставить личные границы с человеком? Человек. Я не знаю, что для вас правильно, а что нет. Вот. Моя задача, как психолог, как психотерапевт, помочь вам нащупать эту грань. Вот эту вот между, ну, грань где правильно, а где нет. Вот. Свои задачи я вижу в этом. И в этом я могу вам помочь. И в этом могут вам помочь коллеги. Но личные границы это достаточно четкое отделение себя от от другого человека. Кем бы этот другой человек не был? И что бы этот другой человек не делал? И как бы этот другой человек не поступал? По отношению, например, к вам. Поэтому здесь, опять же, нет какого-то такого четкого достаточно. Ответы, потому что это нужно выяснять. Что более комфортно, например, вам. Далее. У него есть ключ из квартиры, приходит только когда хочет. Но это ваше позволение. То есть вы можете условно потребовать ключи обратно, если считаете, что больше приходить он не может. Бывает ли так, что после окончательного ухода к любовнице мужчина возвращается в семью? А, ну бывает все. Вопрос в том, готовы ли вы его приспринять обратно в семью, на каких условиях и в каком контексте. Потому что если мужчина взял к любовнице, значит у вас в отношениях проблема. Значит вам нужно над ними отношениями работать. И в первую очередь это ваше поведение. Изменив которое вы сможете превратить дальнейший повтор ухода мужчины к любовнице. Но это важно и для него. Сознавать, что факт того, что он с любовницей, говорит о наличии проблем. Да, как правило, как правило, это так. Возвращаются ли мужчины? Да, возвращаются. Но если вы примете своего мужа в семью просто, вот на основании типа ой прости и так далее. Я боюсь, что это повторится. Потому что ваши проблемы, проблемы между вами не решатся. Ну по-добному опыту не решатся. Вот. И как бы можно и нужно их решать, но для этого необходимо с вами уже общаться. На этом все, пожалуй. Хочется отдельно сказать, что наличие любовницы это травма и вам нужно помочь травму прожить, чтобы ее действие не влияло на вас, чтобы ее действие не определяло ваше поведение. Вот. И чтобы вы могли спокойно, достаточно продвигать свою модель поведения в соответствии со своими ценностями, которые у вас есть. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.